Сегодня о новой социальной сети BlueSky, больше всего похожей на твиттер. Зачем делать еще один твиттер, спросите вы. А вы спросите это не у меня, а у Илона нашего маска. Как я сказал, больше всего BlueSky напоминает твиттер. Сделано все достаточно миленько, есть мобильное приложение под Android и iOS. И я бы сказал, что внешне, ну вот прямо совсем никаких отличий от твиттер нет. Ну разве что тут фид уделено чуть больше внимания. Я так понимаю, на этом хотят сделать упор разработчики. Внешне нет, но внутренне, конечно, отличия есть. И главное отличие, вот, сервис децентрализованный. Вы можете поднять собственный сервер или присоединиться к какому-то дружественному и быть независимыми от разработчиков. То, что реализовано в Мастодон, ну и других сервисах Фидиверс. Или в недавно вышедшем Трэдс, который, кстати, у меня начал сбоить, и я его благополучно снес. Значит, действия, которые я осуществляю, вам осуществлять не понадобится. Поскольку изначально вход в сеть был по инвайту. Я отправил заявку и ждал больше месяца. В результате, когда инвайт пришел, то есть вчера, я сел делать скринкаст. И первой же новостью в ленте была новость о том, что инвайты отменяют. А значит, для регистрации вам ничего не нужно, кроме телефона. И вот тут происходит опачки. С российским номером попасть в сеть вы не сможете. Я не думаю, что это по идейным соображениям. Возможно, просто нет связи с российскими операторами. А может быть и по идейным, кто их знает. Но пишут, что работают над этим и может быть вскоре все изменится. Ну, в общем, тут все достаточно стандартно, хотя шагов много. Мне даже кажется, чересчур много. Но не буду на этом останавливаться, а то видео будет только об этих восьми, по-моему, шагах. Скажу лишь, что все, что вы здесь выбираете или не выбираете, впоследствии можно будет изменить в настройках. Ну и, собственно, вот та новость, которая вывалилась у меня первой в ленте о том, что инвайты отменяются. Ну и вот, собственно, лента. Все стандартно. Комментарии, ретвиты, лайки. Так вы можете оставить собственный комментарий. Так посмотреть аккаунт автора и подписаться на него. Кстати, видите, есть уже люди с 17к подписчиков. А так зайти в сам пост и почитать комментарии. Это ваш профиль. Это настройки. Тут тоже очень много всего и тоже не будем подробно все рассматривать. Сегодня все-таки обзорный скринкаст, а вот если вдруг Blue Sky будет пользоваться популярностью, в чем я, к сожалению, не уверен, то я сделаю продолжение уже поподробнее. По меньшей мере в настройках есть темная тема. И это, безусловно, хорошо. Но тут нет русского языка, и это, безусловно, плохо. Тут настройка фидов. Это те, на которые я подписался. Они все закреплены в правой панели. Их можно открепить вот таким вот образом. В правой панели их не будет, но они будут у вас в сохраненных. И можно вовсе удалить даже из сохраненных. А также можно обратно запинить. То есть они появятся в правой панели. Собственно, вы можете читать общую ленту, где будут посты от того, на кого вы подписаны, а можете читать конкретные фиды. Удалить фид или убрать его из правой панели можно также отсюда. Значит, вот разные фиды. А вот основная лента. Вообще она настраивается, но сейчас тут все бессистемно. В том числе потому, что я ни на кого не подписан. Совершенно незнакомые мне люди пишут совершенно неинтересные мне вещи. Но если на кого-то подписаться... А я тут видел случайно аккаунт Bellingcat. Да, вот он. Так вот, если на кого-то подписаться, то в ленте сначала будут посты от тех, на кого вы подписаны, а потом уже все в повалку. Так, значит фиды можно искать здесь. В том числе и тематические. Ну, в смысле по ключевым словам. А сами фиды заводить не так-то просто. Я об этом тоже в следующем видео, если буду делать. Но даю подсказку, что фиды заводятся по другому адресу. skyfi.app Ссылку оставлю в описании. Но попадаете сюда вы не со своим паролем. А вам нужно создать отдельный пароль. А вот здесь находится. В настройках. И сделано это, я так понимаю, в целях безопасности. Тут настройка профиля. Ссылки в описании он подхватывает. Ну и давайте уже наконец напишем первый пост. Тут ограничение в 300 знаков. И настройки приватности. Все никто, упомянутые или подписчики. И к посту можно прикрепить фото, причем немного его даже подредактировав. Ну все. Первый пост запилили. С почином вас, как говорится, Глеб Егорыч. С сожалению, могу констатировать, что даже я делал уже с десяток обзоров социальных сетей, которые мне очень нравились на старте, но так и не полетели. Поэтому закончу так. Будем надеяться, что это полетит. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.